Всем привет, дорогие друзья! С вами EvilNo, и в этом видео расскажу вам о том, как играть за разбойника, скрытность, таланты, ротации, химия и многое другое. Но перед этим сходу, как всегда, ты мовички! Ты мовички! Это когда ты вроде создан для суперсола цель дамага, но неожиданно топ-1 в мификах. Это невероятное ощущение! Поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18 до 21 по московскому времени. Оставьте свои комментарии, что вы думаете по данному поводу. Итак, ребятушки, 29-е видео о всех специализациях и гайдах конкретно у нас здесь разбойник, скрытность. Что у нас здесь в талантах? Как всегда. Вот такие, ребятушки, таланты считаются топовыми для мифических подземелий, а вот если взять вот здесь мастер теней, то будет для рейдов и супер-мега-соло цели. В общем-то, на этом мои полномочия и все. Что это такое? Мастер бой дает x2 возможности ударить в два раза получается, 15% шанс. Теневая концентрация меньше тратить энергии в Shadow Dance и не только, и в скрытности. Расчетливость увеличит длину серии, что очень полезно и важно. Опять же таки, обман смерти, не умирайте, ночные кошмары. Замедляйте шурукенами, можете взять что-то другое. В принципе, если вам захочется, взять здесь окутывающие тени, очевидно, еще сильнее у нас, быстрее откатывается танец теней, что очень приятно и очень важно. И здесь торнадо из шурукенов, чтобы нажимать и жестко дамажить, используя этот торнадо, делая же Оливужа, Оливао, Вауе. Ну и, соответственно, мастер теней, очевидно, больше для соло цель, большего количества энергии накапливаете, больше дамажите и так далее и тому подобное. Классно, замечательно, стильно и даже немножечко молодежно. Ребятки, что касается ковидантов. ТОП-1 ковидантов, что в рейде, что не в рейде, ребятки, это Безумный Герцог, Театар и конкретно Вентиры, да. Вентиры с их флагеляцией и конкретно в данном случае это вот такая вот прокачка у нас. Здесь у нас быстрое решение, здесь у нас длинные клинки, влечение ДПСа. Опять-таки регенератор, очень классная штука, замечательная. Шрам от ударов, опять-таки, еще раз. Больше урона, флагеляция, классно, замечательно. И теневые клинки тоже начинают откатываться во время ваших завершающих приемов. Что, в общем-то, тоже классно для соло и не соло цель ДПС ротации, да. Такой вот у нас Герцог Театар, да. Что касается приоритета характеристик. Ребятки, приоритетными характеристиками являются универсальность и криты, да. Но настоятельно советуется всем собрать примерно 450 скорости, ну, где-то 900 критов и где-то 600 универсальности, да. И потом уже идет искусность и скорость, соответственно. Но не забывайте, что первое всего является, естественно, уровень предметов. Поэтому как можно сильнее оденьтесь и уже только потом как-то все подставляете, используете там, очевидно, Рейдбот вместе с Симуляшн Крафтом, чтобы в идеале правильные шмотки, собственно, себя одевать, девочки. Так что это все, в общем-то, легко. Что касается, ребятчики, у нас многоуважаемой химии, да. В химии у нас все просто, как всегда. Настой силы, на ловкость, накладки на ХП. Оружие, очевидно, на одно Хреховное Откровение, на другое Сумрачное Небесное Наставление, да, для соло цели, а Сумрачная Сила плюс Небесное Наставление, это в том случае, если вы вьете в мифический, например, ключ для большего ОЕ. Здесь для призрачной ловкости либо Фантомного Огня, мне тут посоветовали, берется у нас, очевидно, как припод. Руна, опять же-таки, на бонусы, на 30 статов, это же на грудничек у нас, ловкость, обувь, плащ, повышенное сбежание, догмат универсальности, либо колета, либо скорости, что вам там не хватает для колец, и то же самое, в целом, очевидно, для камней, да, что вам там не хватает, то и вставляете себе из самоцветов. Соответственно, что еще, ребятчики, очевидно, теневое грузило, либо тычило, надевается себе на оружие, делается, либо масло теневого ядра, как вариант, собственно, духовное зелье сцеления, берем и наслаждаемся. Секс с овощами, на универсальность еда, либо на 20 ловкости берем, и тоже кушаем, да, с большого стола, чтобы получилось, ребятчики, неплохо. Что у нас дальше? Дальше, ребятчики, у нас легендарочка, и топ-1 легендарочка для мификов и не для мификов, для всего подряд, это легендарочка послушания, апающая нашу флагеляцию, дающая бонусную универсальность, и выбивается она, очевидно, откуда? Правильно. Выбивается она с миссией Кортии, поэтому получаете 48 уровень известности, выполняете сюжетку Кортии, и рано или поздно вам эту штуку дадут, ребятчики. Крафтим ее, конечно же, в спину, потому что голова, шлем, плечи, по-моему, перчатки и кроссовки у нас это осколки доминации, ребятчики. Осколки доминации, поэтому осколки господства туда просто так не тратим, да? Просто так не тратим. Что у нас дальше, ребятчики? Дальше у нас, очевидно, видите, всякие аксессуарчики, да? Аксессуарчики, и в аксессуарчиках мы видим вот такую вот, ребятчики, ситуацию. Топ-1 для ключей, как и для рейдов, считается вот эта вот штучка-дрючка с предвечной, да, стражницей, и вот эта с чубных каскадов, да? Вот эти две тринечки, что в рейдах, что, в общем-то, в ключах считаются классными, да? Так что можете обязательно это еще посмотреть. В рейдах она, просто вот эти две штуки сразу на каждом боссе висят. В общем-то, ничего удивительного. Крутые штуки-дрюки, ребятчики. Что у нас дальше? Дальше, ребятушки, осколки господства. Они вот здесь. Для мифических подземелий, ну, очевидно, для рейдов, фулл нечтивый сет, плюс ледяной кровавый на урон, да? Забавно. Почему-то в прошлом видео написали про ледяной сет. Если ледяной сет как-то очень полезно собирать за разбойника, напишите об этом еще раз. Ну, вроде нечтивый дает основную характеристику, а это самое важное в игре. Нет? Ну, в общем-то, наверное, да, обманывают, наверное. Странная тема, в общем-то. Не забывайте о том, что сет работает из камней трех нечтивых только, очевидно, в рейдах. Поэтому только в остальных случаях работают просто камушки. Так что не забывайте об этом, да, и носите с честью. Соответственно, что у нас дальше? Дальше у нас, ребятушки, аниме силы. Вот такие вот, ребятушки, аниме силы у нас будут в мифических ключах. топовыми. Каменная щитца гадон-ломателя с испилителя аркалата, клеймо защитника с ороса бессердечного. Справочник по нехорошим манерам на сбитие костов. Палач ворот. Опять же таки, либо некротический кинжал вот этого для тиранника, либо вулканический след для укрепа, да, чтобы больше было контроля в мопах, чтобы легче их было заливать и делать им жалю-жалю-вау, ребятушки. Так что, такие вот делишки. Что у нас, собственно, дальше? Дальше у нас, ребятушки, теория относительно наших пассивок, о которых стоит знать, да. То есть, во-первых, очень важный момент, это символы смерти. Классная штука, которая делает нам сразу много энергии, наносит нам, ну, дает нам урона на 10 секунд. И также следующая способность, которая бы продлила нашу серию комбо-поинтов, дающая, да, то, очевидно, она, правильно, правильно, кретанула бы. Кретанула бы. Соответственно, это хорошо, ребятушки. Это хорошо и очень важно использовать только вместе с танцем теней, да, то есть, чтобы это было вкупе с танцем теней. То есть, вы жмете, и вот вам, пожалуйста, это дает 10 секунд баф, это 8, то есть, всегда только с танцем теней. Очевидно так, что у вас была фул энергия под танец теней. Это очень важный момент, то есть, вы жмете где-то, когда у вас 60 примерно энергии осталось, например, то есть, ну, половина, допустим, половина, так вот, чтобы ориентироваться, половиночка вот здесь остается энергии, и вы жмете символы смерти в люстане стеней, и начинаете жесткий разбурст, да. Что касается третьего бруста теневых клинков, в АОЕ, например, он не дает супер-меха ДПС, да, то есть, ну, это, очевидно, по соу-цели вы больше намажите руками, соответственно, чего правильно. И что можем тогда получить, ребяточки, в АОЕ считается, что можно и не нажимать, можно, типа, приберечь теневые клинки для какой-то больше сырьевой цели, например, видимо, к этому хорошо подойдет босс-файт грядущий, с мобами подрались в мификах через вот эти штуки, да, а к босс-файт эти теневые клинки засейвили, да. С другой стороны, они откатываются, можно тоже их использовать, в принципе, в мификах, как вам там захочется. Ну, короче, не забывайте о том, что все кулдауны надо как можно чаще нажимать и правильно распределять на паке. Это важный момент. Что касается торнадо-сюрикенов, очевидно, классная штука, продлевает нам серию, но нажимать ее можно в перерывах между танцем теней, если речь идет о соло-целе, да, то есть можно нажать, конечно, да, но когда нет уже танца теней, символов смерти, и вы просто вот, у вас все кончилось, вы просто дамажите, можно нажать, чтобы она серию набирала, то есть она пускает шурукены, и очевидно, сколько вот она задела, столько и серии дает. То есть, соответственно, 4 раза она закинет, возможно, 4 раза, если по 5, например, залетает, то, очевидно, что правильно, получается приятно, да, получается, ребяточки, приятно. Что у нас дальше, ребяточки? Дальше у нас важный момент, это вот это выявление слабости, то есть подлый трюк, удар тьмы, очевидно, также, к тому же, вот эти вот шурукенчики, вот, делают выявление слабости. То есть, в случае подлого трюка, удар тьмы, ну, это вот, который из инвиза, либо из танца теней, основная ДПС-способность, вешают это вот на 30% уменьшение брони. Шурукены на 6 секунд вешают то же самое. И, соответственно, за счет этого черный порох дамажит Польша. Помните об этом, и это, ребяточки, приятно. И это приятно. Значит, что у нас еще? Ну, это такое, да, то есть, это не обязательно знать. Единственное, что стоит знать, это вот протание стеней, и то, что у вас он будет откатываться от завершающих ударов, очень даже сильно, особенно с талантом, да. Это вот такие важные посевки, без которых, собственно, никуда и не деться, ребяточки. Вот такие важные моменты. Что касается, ребяточки, соло-ротации. Соло-ротация довольно-таки простая, ребяточки. Что вам нужно сделать? Вам нужно зайти в инвиз, после инвиза нажать, очевидно, удар тьмы. Он вас, кстати, сразу телепортирует к цели, что классно. Удар тьмы, после чего жмете мясорубку. После мясорубки нажимаете все свои брусты, то есть теневые клинки, танец теней, вот эти вот руны, да, жмете. После чего тут же жмете флагеляцию. Учитывая интересный момент, что флагеляция, по сути, как будто бы считается комбо-поид-набиратором, то она 100% кританет под руническими силами, но при этом крит не съест от этих символов. После чего вы просто банально жмете удар тьмы, вешаете на цель рваную вот эту рану, после чего все, пошло чередование. Два удара тьмы, потрошение. Два удара тьмы, потрошение. Два удара тьмы, потрошение. Пока не кончится вот этот вот самый у вас танец теней. После чего вы жмете ваниш, то есть именно исчезновение, да, вот это вот, и жмете еще раз удар тьмы, и уже после этого делаете на шести серии ударов, обновляете себе мясорубку, обновляете на цели на шести серии через обычные вот эти вот способности удар в спину, обновляете, очевидно, рваную рану, да, то есть и как раз, когда вот через 30 секунд символ смерти опять откатится, вы опять символ смерти вместе с танцем к теней этих и нажимаете, да, то есть нет смысла и не нужно жать танец теней одновременно. Символ смерти, это вот единственный вариант. Просто так танец теней жать нет смысла. То есть вот такая вот забавная логика относительно соло-ротации. Напоминаю, что удар в спину надо бить всегда в спину, да, то есть надо стоять сзади, что вносить на 25% больше урона, по-моему, там 25. Нет, ребятачки, я обманул на 20. На 20% урона. Как, ребятачки, это выглядит? Как всегда, жмем удар тьмы, после мясорубка вошла. Удар тьмы, мясорубка, бурсты, флагеляция, первый удар, рвана рана, второй удар, еще удар, потрошение, еще удар, еще удар, потрошение, еще удар, и на этом все. То есть вот так вот это выглядела ротация, и произошла неплохо, да, произошла неплохо, и хорошо все надамажил. Напоминаю, я без нужных легендарок и так далее, если вдруг вы захотели мой сравнить супер-мега-урон, да, то есть вот так выглядит соло-ротация, и по сути ротация для двух целей, потому что для двух целей разница лишь в том, что вы еще на вторую цель вешаете еще раз рваную рану, да, то есть на вторую цель получается неплохо. Получается неплохо, не забывайте о том, что, конечно же, в соло-ротации, как и не в соло-ротации, важно помнить о комбо-поинтах, да, и типа если их будет перекап, то это будет плохо. То есть, к примеру, почему нажималась рваная рана? Она нажималась на пяти, как вы видели, в зарядах, потому что если бы я использовал бы, соответственно, удар тьмы, он бы там дал очень много вот этих комбо-поинтов, соответственно, получилось бы очень плохо. Получилось бы очень плохо и неприятно в итоге получилось, потому что было перекап, перекапы нельзя допускать, а чтобы его не допускать, внимательно следите, сколько вы получаете, и тратьте до того, как вы получите перекап. Очевидно, это очень важный момент. Как выглядит, ребяточки, обычная ротация, когда у вас на КД вот этих два танца теней, да, ничего у вас нету, по сути, что вы делаете? Просто банально стоите за спиной и нажуливаете цель ударами в спину, вешаете на себя вот эту вот замечательную мясорубочку и просто продолжаете нажуливать ударами в спину, по сути, да. Нажуливаете потихонечку и вот эту рваную рану обновляете, больше, по сути, делать вам и нечего, да. Вот так выглядит соло-ротация, используете потрошение, да, то есть вот такая вот чильная, спокойная, медленная нажимная способность, да. Но учитывая, что у вас там все в быстром откате, что учитывая, по сути, что у вас обновляется 30 секунд символа смерти и у вас есть супер откат танца теней от затраченных, соответственно, вам приемов, то, скорее всего, каждые 30 секунд вы будете с танцем теней и символом смерти кого-то жигалевушить. Так что просто так постоять, просто так этого не получится поделать, разве что у вас будет такой небольшой простой краски, чтобы мясорубочку на себе обновить, полную, полностью рваную рану повесить и дальше продолжать, да, мажить через танец теней и символы смерти, вот эти вот, да, символы смерти, так что неплохо, да. Что касается, ребяточки, АУЕ-ротация, да, АУЕ-ротация очень интересная, и конкретно ее есть варианты от трех целей и уже от пяти целей и выше. То есть конкретно 3-4 цели ротация, которая, по сути, представляет собой обвешивание целей рваной раны и использование, очевидно-таки, шквалы кусирюкенов вместе с черным порохом для нанесения урона набора комбо-очков и их трачи. Соответственно, это также делается все, естественно, под танцем теней, опять же-таки под силой смерти, потому что увеличится наносимый урон и то и другое на 15%, а значит, АУЕ-ротация тоже наносится довольно-таки неплохо, да. Все это выглядит очень просто, используется, ребяточки, также старт ротации выглядит, то есть заходите в инвиз, нажимаете удар тьмы, после чего нажимаете мясорубку, после чего нажимаете все ваши бурсты, флагеляцию и жмете торнадо с юрюкенов. Как раз-таки интересный момент, торнадо с юрюкенов каждую секунду использует способность шквал с юрюкенов и тем самым дает вам комбо-поинты за каждую, получается, секунду целых 4 раза подряд. То есть фактически эти комбо-поинты вы можете потратить на использование черного пороха, в общем-то, либо для того, чтобы развесить на цель рваные раны там от 3 плюс комбо-поинтов, да. То есть у вас как раз-таки будет эта работа способность, и вот она вжигалевушила, вы нажали вот этот финишер, да, то есть нажали там черный порох, либо рваная рана. Она сработала, опять нажали финишер, какую-то рваную рану опять же-таки сработал, сработал, опять финишер, опять же-таки рваная рана, потому что если, к примеру, вы будете держать еще раз, к примеру, шквал клинков, с юрюкенов точнее, да, то у вас как бы полетят комбо-поинты в какую-то ситуацию, да. Мы бы так не хотели, чтобы получилось, конечно же, да, поэтому будьте с этим делом аккуратнее и не татьте лишние комбо-поинты, да. Тут нужно тоже понимать, что, в общем-то, и экономить, и волноваться тоже нельзя, потому что, если, например, будут какие-то там блэлы, какие-то бурсты, опять же-таки со скоростью жесткой, да, то можно все-таки жать, стараться все подряд, скажем так, и чтобы было неплохо. Ну, естественно, в пределах ротации и важных моментов. Как выглядит ротация, ребяточки, для этих самых трех целей, четырех, да, то есть заходим в инвиз, нажимаем вот этот вот самый удар тьмы, пошла мясорубка, пошли бурсты, флагеляция, кнопочка три, и пошла рваная рана раз, рваная рана два, рана рана три пошла, и вот отлично получилось, после чего уже используем шурукены и черный порох, для того, чтобы продолжать наносить, соответственно, урон, да, чтобы заносить урон. Так что неплохо. Откатился шадоу-дэнс, можно еще раз его, очевидно, нажать шадоу-дэнс, опять же-таки пошли шурукены, напоминаю, что можно, опять же-таки, обновить мясорубочку, ну, вне шау-ду-дэнса, конечно, продолжая нажимать черный порох, в обычной ситуации, по сути, развешивая дальше рваные раны. Что касается, ребяточки, ротации, уже пять-шесть целей, в пять-шесть целей уже можно и не нажимать мясорубку, да, можно никого рваными ранами ничего там не подкровоточивать, да, то есть, по сути, используем, по сути, просто бурсты, вместе со шквалом сурикенов и черным порохом, просто их спамим, опять же-таки, такая же логика с торнадо, да, жмете торнадо, черный порох, черный порох, черный порох, черный порох, да, то есть, как это выглядит, заходим, ребяточки, в инвиз, также сходу подползаем, жмем, соответственно, шурукенчики наши, нажимаем наши бурсты, можно мясорубочку включить, е, флагеляция пошла, и черный порох, ребяточки, и черный порох, и черный порох, и неплохо, да, то есть, как видите, получилось классно, И по урону неплохо Надамажили как следует То есть все тут супер легко И просто Так что вот такая у нас для целей 5 Ротация Напоминаю как видите Очень быстро откатывается танец теней Можно его использовать еще раз Пока не откатилось Символ смерти Все же это увеличение урона Можно считая постоянно его использовать Что приятно Очень быстро он откатывается Что очевидно жестко Что у нас соответственно дальше Дальше ребятушки Мои аддончики Если вам нравится все что происходит на данном интерфейсе Вы соответственно Обязательно внизу в описании ссылочку найдете Как и на все другие ресурсы Что я использовал для Присоздания этой мноуважаемой ситуации И конкретно Также момент хотелось бы отметить Аддончик кликуи очень классно вместе с шагом Сквозь тень и отравляющим уколом Работают Что он делает По фрейму он нажимает то Что вы выбрали из книги заклинаний То есть Вы выбираете книгу заклинаний Что-то там Жмете мышкой Либо клавиатурой И у нас он автоматически Видится по маус-оберу То есть куда вот нажали на вот сюда Или вот сюда нажали То у вас туда этот скилл И летит Либо по группе Либо по рейду Соответственно Это полезно чем? То есть в случае Вот этого самого Отравленного Отравляющего укола То есть он Очевидно будет снимать Какой-то там Негативный эффект Иступления Что в общем-то Удобно на левую клавишу мыши Я бы оставил А на правую клавишу мыши Вот этот шаг сквозь тень Да Чтобы телепортнуться Либо сюда Либо к примеру К союзнику телепортнуться Что важно Опять же Что мобу Что к союзнику И удобно было бы Прям так телепортироваться На мой взгляд Чем ну Куда-то там Что-то цели выделять Или как-то по-другому Использовать В общем-то Классно И мне кажется Необходимо При использовании По маус-оберу Скажем так То есть Такой классный момент Что касается Ребяточки Моих расположений клавиш И моих макросиков Да То есть Ну расположено Все довольно просто В одинаковом смысле 1.34 И в инвизе 1.34 Остается одним и тем же Лишь только удар тьмы Меняется на Вот этот вот Удар в спину Меняется на удар тьмы Очевидно заменяется Сюрикены остаются там же Черный порох Подражение все там же Сюрикены здесь стоят Флагеляция тут стоит ЕР очень удобно Зэта Сцема Из эйфобилки Передвижения Ф у меня всегда Это бурст Гэйт опять же таки Такая вспомогательная Обычно сейфобилка Тоже Как правило Здесь вот сейфобилка И исчезновение Опять же таки Тоже исчезновение Для того чтобы Продолжать дамажить Хорошо Тоже надо сажать на кд Напоминаю лишний раз Да Удар по бочкам Чтобы станы давать Т и ослепление И сбитие костов Инвиз у меня стоит Тоже через шифт И вот раскрывающий покров Чтобы включать людям Инвиз Да Здесь стоит Символы смерти Потому что они в одном Макросе со всеми бурстами Когда я жму Танец теней Когда он проходит Я вижу здесь и есть У меня кд Нет кд На символы Потому что надо стараться Танец теней нажимать Естественно вкупе Вместе с символами Смерти Ребяточки Обязательно Всегда Обязательно Всегда Также что хотелось Заметить Заметите про макросики Ребяточки Макросики тут уже Вот такого характера То есть непосредственно На все бурсты И через шифт Мод шифт Можно контрл Можно альт сюда написать У меня теневые клинки Включаются Случаи потрошения Тоже тут рваная рана Спрятана В общем-то Так что тоже Можно использовать Таким образом Можно куда-то рваную рану Другое место делать Если вам неудобно Так что Такие делишки Врата теней Спринт Опять же такие Ну тут все по мод шифту Да Очень важный скилл Классный Это вот этот вот скилл На маленькие хитрости То есть макрос Когда вы жмете Вот этот вот самый Удар в спину Да Здесь можно писать Коварный удар То есть он как бы Меняется Основная способность Он становится удар в спину Коварный удар В смысле на пирате Да На пирате коварный удар Но он как бы Когда видит макрос Он считает Что это и удар в спину И Ну короче Основная кнопка Для набора комбо-поинтов Типа одно и то же Он использует И маленькие хитрости Получается всегда Когда вы это жмете Да Можно даже поставить То же самое На удар теней Поставить Чтобы удар теней Тоже соответственно Набирал Да То есть удар тени И в инвист Нажать такой макрос Сделать И не забывайте о том Что весь ваш получается Какая-то вот Ахра Которая вы создаете Свой супер большой ДПС Идет непосредственно Ваш фокус Да Потому что Таргет фокус Поэтому нужно иметь Макрос на фокус Ребяточки Да Макросик на фокус Вот он Фокус То есть выбираете Кого-то в фокус К примеру Да Вот например Цель в фокусе У него выбрано Жмете непосредственно Удар в спину И тем самым Вешаются маленькие хитрости На вот этого человечка Который вот будет В фокусе у вас Да На него будут они вешаться И тем самым Естественно Выбираете танка Вы никогда По идее не сорвите Ахра Потому что Это внутри вашей ДПС ротации Будет находиться И очень удобно Эти маленькие хитрости Классная штука Да Что у нас дальше Ребяточки Дальше у нас Какие-то финальные советы Конечно же Макросы внизу Будут в описании Об этом не забывайте Финальный совет таковы Во-первых Конечно же Используйте быстродействующий яд Обязательно Для максимизирования Вот этого урона Да На себе Не забывайте Обновить его Обязательно Нажимайте Вот это вот Когда вы жмете танец тени Плюс символ смерти После символ смерти Следующий удар Который набирает Кома-пойнты Критует Да Почему-то Флагеляция считается Такой способностью Она всегда 100% Критует Соответственно Она критует Видите Критует всегда Но при этом Именно баф На следующий 100% крит Не исчезает А исчезает Только после Например Удара Вот этого тьмы То есть Это важно Чтобы Вот эта флагеляция Всегда кританула И это удобно Это удобно Так что Не забывайте Про этот табус Не забывайте Тратить На 4-5 комбо-поинтах Вот эти очки На финишеры Да Прежде чем наберете Перекап Да То есть Если у вас будет Перекап Следующим ударом Тоже об этом думаете То Как бы Надо потратить Чтобы не получить Перекап Потому что Перекап Это всегда Плохо Да Не надо стараться Добить до 5-6 Прям так До 6-6 Да Что прям до конца Нет Если вы будете Перекап получать Больше чем нужно То это плохо Соответственно Вот у вас Допустим 4-5 Вам нужно будет Нажать Шурикены По 2-м целям Да По 2-м целям Да Они набирают 2 Нормально Можно на 6-ти нажать Но если бы они уже По 3-м целям Набирали бы 3 То уже Нельзя Надо было бы По-другому Надо было бы уже На другие способности Тратить на рваные раны Потрошения Черный порох Что там Что там по логике Должно было быть Возможно там Опять же таки Та же мясорубка Так что Не забывайте на себя Мясорубку держать Потому что Напоминаю вас Пасибочка Дает вам Продлевание серии приемов И восполнение энергии Когда вы автоатачите То есть Есть шанс Вот Так что Это очень важно На себе держать мясорубку Естественно Стоять в мели И постоянно автоатачить Никуда сильно не отбегать И лишний раз Не рыпаться Не забывайте Вешать на КД Исчезновение Потому что Исчезновение Позволяет вам Халявно повесить на цель Во-первых Супер жесткий дебаф Вот этот вот Да Выявление слабости На 18 секунд Да То есть 100% Причем Да И при этом Просто хорошенечко Надамажить Получить много комбо-поинтов То есть Нужно вешать на КД Что бы было Да Что бы было То есть Когда у вас Есть какой-то пробел Когда у вас нету танца теней Есть пробел Можно сразу же Его сразу же тратить И сразу же Допустим На ту же мясорубку Там эти комбо-поинты Или на что там у вас Будет выгодно Потрать Это Очень важный момент Как собственно И удар в спину Напоминаю Что удар в спину Всегда надо бить в спину Логично Увеличение Родно 20% Это никуда не девается Да Эти моменты Соответственно Спасайтесь сейфобилками Они у вас классные Жесткие Читерные Фактически Уловки от Всякой АОЕ По всей области Да То есть Классная штука Соответственно Ускользание Если у вас прям в мели Кто-то будет в лицо Бить Замечательно Плащеней Что вообще Магия вас никакая Не наносила Уроны И снимала С вас Дебафы Сходу Да Опять же Алый фиал Чтобы просто Восполняйте здоровье Тоже Используйте его Чтобы помогать Хиллеру В общем-то Станьте Целью Удары По бочками Сбивайте Косты Ослеплением Просто Сбейте Костов Если есть Такая Уникальная Возможность Да И не забывайте О том Что у вас Есть Замечательный Скилл Позволяющий Вам Телепортироваться К союзникам Получается Который Например Позволит Вам Выйти Из какой-то Неприятной Войд-зоны Да То есть Если вы чувствуете Что совершенно Случайно Не убегаете Может там Телепорт К хиллу Которого Все нормально Решит ситуацию Учитывая Что у вас Есть 20 Ряда Можно Потом Сразу К боссу Телепортнуться Либо Сразу На босс Телепортнуться Удобно Ну и Снимайте Эффекты Иступления Всегда Когда Их Видите Да Вот это Вот Констрированный Активный Несмертельный Яд Да Отравляющий Укол Обязательно Используйте Ну и Конечно же Маленькими Хитростями Пользуйтесь Смокроса И Все время Напуливайте На танка В любой Непонятной Ситуации Просто Как будто У вас Есть Но это Основная Цель Так что Вот такая Констрировательская Ситуация Надеюсь Вам понравилось Это видео Было Максимально Полезным И как Всегда Бэк-бэк-бэк-бэк-бэк Суууууууууууууууууууу court